Приветствую, дорогие друзья! Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим о такой теме, как бывает ли слишком много набожности. Здравствуйте, Павел! Приветствую! Слишком много веры, слишком много религии, слишком много набожности. У нас есть люди, которые верят чуть-чуть, вроде как, с лихонца. Есть люди, которые верят стабильно, капитально. А есть люди, которые готовы день и ночь поклоны отбивать, день и ночь молиться, кто-то в монастырь уходить, кто-то по-другому как-то Господу служить, но посвящают целиком и полностью всю свою жизнь Богу. Может ли быть проблема вот в такой вот чересчур, не знаю, большой посвященности? Ну, большая посвященность – это следование тому, что сказал Господь Иисус Христос. И в следовании за конкретными словами Иисуса Христа проблемы не будет, никогда не будет. Потому что Христос своим учением только облагородит жизнь человека, только сделает ее более счастливой и так далее. То есть, в принципе, Христос призывал всех делать так? Ну, конечно. Допустим, вспомним его такие серьезные заявления. «Отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной». Или Павел призывает «сораспяться Христу». То есть, заявления очень сильные, очень требовательные. Ну, я не представляю, если все возьмут и ринутся по монастырям записываться. А вот и нет. Понятие «записаться в монастырь» – это уже противоречит тому, что учил Иисус. Потому что Иисус сказал об учениках, я всех верующих. «Я не прошу у тебя, Отец, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил в мире». Вот видите, само слово Иисуса Христа, оно сразу корректирует нас от всяких заблуждений. То есть, не надо впадать в крайности, следуем за Иисусом, и мы в порядке. Нет, ну, тот же самый монастырь, он не находится где-то там за пределами мира. Они вполне себе в мире находятся, и люди к ним приходят, и они к людям приходят. В принципе, это учреждение и подобная система созданы для изоляции, для изоляции от мира, для отделенности. Все равно же некоторое время, ты же не можешь 100% времени находиться с людьми. Опять же, не можешь 100% времени находиться в затворничестве. Вот для этого я хотел бы обратить внимание на то, что говорится в вести Кладикийской церкви, в книге «Откровения», о том, что Господу интересны два состояния человека. «О, если бы ты был холоден или горяч, но если ты тёпл, раз ты тёпл, то я тебя выплюну, извергну из уст, это выплюну». И я задаюсь вопросом, а почему Господу даже холодное состояние интересно? То есть, тёплый – это какой получается? Это человек, который размеренно служит Богу. Его такие, получается, не интересуют? Да, сдержанно. То есть, Господь – это один из пунктов твоей социальной программы. То есть, я там посещаю университет, я там подрабатываю, я, значит, здесь в церкви засветился, я там что-то из духовной пищи, я что-то из культурной. В общем, религия – это всего лишь один из пунктов твоей жизненной программы. Это тёплое состояние. Тогда что, религия должна быть единственным пунктом твоей жизненной программы? Нет, потому что в Боге нет иерархии, религия – это вообще всё, что ты делаешь. Едите ли, пьёте ли и иное, что делаете, всё делаете во славу Божию. Если я пошёл на работу и выполняю свои рабочие обязанности, в их выполнении я могу быть религиозным, богопочитающим, набожным, работая даже на стройке. Поэтому Писание говорит, всё, что делаете, делаете как для кого? Как для Бога. И в этом есть религия проявления своих убеждений во всех сферах жизни. Не с целью крестового похода и подчинения всего и вся, а с целью проявления тех качеств, которые ты признаёшь, которые веришь, во всех сферах. Происходит освещение жизни таким библейским языком. То есть, с одной стороны, и религия – это не часть какая-то твоей жизни, с другой стороны, и не единственная часть твоей жизни, а и то, и другое вместе взятое. Как бы две крайности воедино соединённые. Да. Для примера хотелось бы библейский сюжет использовать. Апостол Павел однажды, причём даже не однажды, сказал о том, что Церковь Божья, она очищается посредством бани водной. И вот это слово, которое я услышал, знакомое для русского слуха – баня. Баня, назначено. Я начал размышлять на тему, почему баня, что значит. Господь усмотрел, что у нас такое слово. Суть бани какая? Это комфорт в комнатной температуре? Глупо, правда? Нет. Это контраст. Надо распарить. Сколько вы любите баню? Ну, фу, люблю, да. Сколько градусов? Сколько градусов? Ну, свыше сотни мне не очень, но до сотни хорошо. Никому не очень, правда, после сотни? Да, но до сотни хорошо. А как долго эти сто градусов? Ну, на девяносто сто, полчасика можно посидеть, как бы… Да вы эксперт просто. Да, да нет, я бы не сказал, сказал так. Зашёл на 15 минут, вышел, потом на 20 минут вышел, а потом можно уже, и когда разогрелся, можно и подольше. А когда выходим, что мы делаем? Ну, в снежок, желательно. О, так вот как раз баня в русском народе, вот это понимание, это самая интересная иллюстрация того, что хочет Господь. Он желает либо холодного, либо горячего. И лучше менять. А если мы соединим? Давайте сейчас откроем парную и откроем коридор и дверь на улицу. И то и вместе соединим. Ну, будет тепло, как дома, и ладно. Вот и глупость, правда? А толку? Да, поэтому очищения никакого нет. Нам нужно сначала быть в горячем, потом в холодном. Быть в горячем и в холодном. И вот это сочетание рождает очищение, ну, даже чисто физиологически. Поры кожи, они раскрываются, вещества, шлаки выходят, вот, потом опять закрываются. И вот это сжимание-разжимание, оно рождает очищение. Ну, хорошо. Но это значит, что это происходит попеременно, а не одновременно. Конечно. Так как тогда это должно в жизни христианина, да, в духовной жизни применяться? То есть попеременно, то ты, получается, эта религия часть твоей жизни, то уже не часть твоей жизни? Нет, принципы не меняются. Пример апостол Павел, который говорит, я для всех стал всем. Для иудеев, я как иудей, для эллинов, как эллин. Для чуждых закона, как чуждые закона, не будучи чуждых закона пред Господом. Мы можем обвинить Павла, что он мимикрирует или подстраивается? Нет, он остается таким же убежденным христианином, самым преданным, последовательным христианином. Но когда нужно достичь людей, он опускается на уровень людей. Потому что нельзя, стоя на горе, говорить всем, давайте ко мне поднимайтесь. Люди там слабые, их нужно взять под ручки и поднести, привезти, помочь. То, что сделал Господь по отношению к нам. Поэтому вот этот принцип холодный и горячий, это не принцип твоих убеждений. То есть сегодня одни атаки, завтра другие. Это как раз и теплое состояние. Вот это и есть теплое состояние, что ты меняешь принципы. А ты меняешь не принципы, а поведение свое в плане ориентированности. То есть ты идешь к Господу ради Господа и берешь Бога в свою жизнь как можно больше в виде Слова Его, в виде духовного общения, в виде наставления. Все, что духовное предлагает церковь и то, что Господь учредил. А потом ты выполняешь свою миссию, как Иисус сказал. Идите, будьте мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре и до края земли. И когда вы пойдете туда, в мир, там вас принимать не будут. Разве это не похоже на те же самые монастыри, которые изначально, вы сказали, это не божий метод. Приходят в монастырь, они наполняются там божественным, а потом идут совершать служения. Где-то какие-то паломничества, где-то какие-то служения людям, миссионерские, может быть, какие-то выходы. Потом обратно возвращаются. Разве это не одно и то же? Не одно, потому что для того, чтобы напитаться Божьим Словом, не нужно строение, не нужна локация. Есть Слово Божие. Ну, какая разница, если это место действительно помогает тебе восполнить вот эти вот духовные пробелы? Ну, это зависит уже, конечно, от, во-первых, религии, принадлежности к религии. О том, какие места в этой религии являются священными, так сказать, намоленными. Здесь, как говорится, мы не заставим никого поступить со своими убеждениями. Для кого это так, пусть так. Я лично считаю, что Господь безграничен, не в рукотворенных храмах живет, как мне учит Библия. Господь показывает себя через свое слово. А если у меня лично есть это слово, то пребывание в этом слове и еще с кем-то в этом слове, помните, двое-трое во имя, вот это и есть приближение к Господу. Но в таком случае это действительно превращается совершенно не в холодное и горячее, и превращается не в то, что это только часть моей жизни. Это становится всей моей жизнью однозначно. То есть это некого рода фанатизм, потому что когда человек сначала проводит определенное время со священным писанием, на коленях, в молитвах, в исполнении каких-то религиозных обрядов, какие он считает необходимыми, а потом, опять же, по воле Христа, выходя в мир, в свои обычные жизненные дела и житейские, вынужден продолжать исполнять волю Христа согласно того, что ты должен пойти распространить это учение, научить других делать то же самое, непрестанно молиться, как говорил апостол Павел. То есть ты вроде бы как вот здесь совершил богослужение, а потом ты вышел и должен продолжать совершать это же самое служение. То есть где вот здесь вот эта разница, где эта холодность? Ну, во-первых, не это же самое служение. Ну, другое, какая разница? Полное посвящение в итоге все равно к этому тогда будет. Давайте пример брать из того, что просит Господь. Господь хочет быть своем всей Вселенной. Он изначально такой был. Сейчас на планете не все его признают, не все его почитают. Господь хочет воцариться на этой планете. Он творец всего сущего, и все принадлежит ему, и время, и пространство. Однако, он говорит, из всего, что мне принадлежит, мне верните какую часть из материального? Десятую, обычно говорят, да. А из всего времени, над которым Господь вечный, властен, какую часть он говорит, верните мне и дайте мне. Один день из недели. Одну седьмую, правда? То есть, сам Господь, несмотря на то, что все его, как говорит Библия, себя ограничивает. И говорит мне, по времени одна десятая, и по материальному доходу достатка одна седьмая. Наоборот, да. По времени одна седьмая, по достатку одна седьмая. То есть, Господь дает возможность человеку проявить себя во времени в размере шесть седьмых и в материальном в размере девять десятых. Это и есть вот это холодное, потому что это то, что человеку принадлежит. И там мы отдаем. А когда мы отдаем, мы что? Мы становимся нуждающимися. И куда мы бежим, чтобы восполнить? Нет, опять же, проявить себя. Когда мы отдали одну десятую, и что мы много потеряли, да, Богу отдали. А остальное мы проявляем по своему усмотрению. Вот какое наше усмотрение? Эгоистичное? Или типа, на ту би боже, что твое, десятую часть отдали, а девять я сейчас в разгул. Я вот это все потрачу, шесть седьмых времени я вот для себя любимого. А потом, Господи, на вот тебе твою седьмую. Вот это и есть набожность, показная религиозность, которая разрушает. Это теплое состояние. А если тогда в итоге посвящается Богу все, тогда это превращается в фанатизм, когда ты все свое время и все свое средство отдаешь на служение Богу. Если вы говорите, а что я буду делать с этими девять десятыми? Если я продолжу жертвовать их на служение и посвящать их на служение, то к чему я прихожу? То есть я не могу оттуда взять ничего себе, если Бог сам оставляет это мне? Можно. Надо сделать так, чтобы от этого испытать радость, удовлетворение, наслаждение, чтобы это приносило радость тем, кого ты любишь. Это называется служение другим людям, служение твоей семье, служение ближним, служение нуждающимся, о котором тоже Иисуса спрашивали. Проявление себя в степени такой, которой Бог тебе открыт. Ты отдашь ровно столько, сколько Бог тебе открыт. Все раздать бесполезно. Помните, Павел привел такой пример. Если я тело свое на сожжение отдам, вообще все раздам, а чего не имею? Ну, там про любовь говорится. Но разве любовь не является частью служения Богу? Конечно, является. Без любви, которой сам Господь себя позиционил, он обозначает себя как любовь. Тогда опять же выходит, что вся жизнь служения. Конечно. Но это служение не в сфере религии, не в сфере отбивания поклонов, не в сфере пребывания в стенах церкви, дома молитвы или синагоги, или еще какого-нибудь культового сооружения. Это вера, показанная в созидании отношений, в построении отношений. И там мы обязательно что-то будем терять, мы будем там охлаждаться. Так это даже сложнее, чем если бы это было просто в стенах какого-то здания. Так вот в том-то и суть. То есть если бы просто список, ага, пойди вот это выполнили, там постой, или там помолись, или вот это сделай, но без проблем, по списку выполнил и пошел свободен. А если здесь получается вся твоя жизнь как бы по подобному же списку расписана, но только единственное, ты вроде бы как сам себе хозяин, но ты вроде бы и не хозяин. Ты вроде бы все равно должен посвятить эту жизнь любви, посвятить жизнь другим людям, посвятить... В итоге для себя вообще ничего не остается. Для тебя остается вечность. Потому что верующий человек по-настоящему, он знает, где его жительство. Верующему человеку недостаточно прожить 70 или 80 лет на этой земле в атмосфере комфорта. Господи, дай мне пожить в свое удовольствие. Так какая твоя вера, если ты на Христа надеешься только в земной жизни? Знаете, что Библия называет, как называют таких людей? Проклятыми. Прокляты, кто надеются на Христа только в земной жизни. Типа, Господи, я милостыню раздал, всем помог, дай мне лет 50 или 20 пожить спокойно для себя. Глупость. Так тебе вечность предлагается. Библия призывает, со страхом и трепетом совершайте спасение. Библия призывает, отвергни себя, возьми крест твой, следуй за мной. Вот такие призывы. Так гнали и пророков бывших прежде вас, говорит Иисус. И христианский путь на этой земле – это не попытка построить красивый рай на земле. Не получится. Эта земля идет к уничтожению, к истреблению. Все, земля и все дела на ней сгорят. Выйдет с этой земли только характер человека. И вот наша задача, процесс жизни сделать так, чтобы я беру от Господа, отдаю людям. Я от Господа что беру? Только копеечку или только здоровье? Или я от Господа беру его качество, богоподобие? А Господь что? Меня любит? Если я взял у Бога любовь ко мне, я ее воспринял, что я сделаю? Я отдам, я полюблю другого человека. Это искренно, это не манипуляция, это не попытка галочкой посчитать, Господи, я тебе всем угодил? Ну это глупо. Это вы идите в бухгалтерию с такими требованиями, с Господом. Все искренне, максимально посвященно. И человек не будет считать, а вот сколько я отдал? Да хоть все отдам. Я готов. Павел говорит, я считаю себя должным всем. Вот этот принцип позволяет нам избавиться от построения зоны комфорта здесь на земле. То есть я и Богу угодил, и здесь, и теперь не трогайте меня, я уже достойный человек. То есть пока я считаю, сколько чего и сколько чьего, до тех пор я Богу никогда не смогу угодить. Действительно, человек, помните, нет больше той любви, как кто полагает душу свою за ближнего своего. Вот этот принцип, он должен реализоваться. И принцип того слова «баня», который использует апостол Павел, в этом контрасте. Бог есть свет, огонь поедающий, он дает мне тепло, а мир холоден, мир жесток, в мире люди погибают. Моя задача, вот это тепло от Бога, принести в этот холодный мир. Как только я туда пойду, я послужу, я чувствую, я охлаждаюсь, я вижу печали, страдания мира, мне нужен Бог. Я опять бегу к Богу, как Иисус. День весь служит людям, ночью молится. Что Иисус совершил? Спас всех. Спасибо, Павел. Спасибо вам, дорогие друзья. Слава Господу за то, что Он посвятил Себя на служение, отдав Себя целиком для спасения человечества. Пусть Господь благословит и вас отдать Себя целиком на служение Господу и не считать, сколько вы Ему отдаете, а сколько оставляете себе. Пусть ваше пожертвование Богу Себя самого будет полным. Да благословит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok